Всем привет, дорогие друзья! Если вы хотите знать, кто выиграл премии от журналиста Рели Хильвания, Хильвания Ноис Эвордс 2020. Усаживайтесь поудобнее, давайте начинать, поехали! Боец года по версии Хильвания. У мужчин это Дэвисон Фигередо, у женщин Валентина Шевченко. На мой взгляд, Роберт Витакер заслуживает лучшего бойца года, две победы над нереально мощными соперниками, но это мое мнение. И да, хотели бы вы, чтобы Валентина в следующем году дралась чаще, пуля желая новых побед. Бой года. Джан против Энжейчик на UFC 248. Безусловно, лучший женский бой, который я когда-либо видел. Лучший женский бой всех времен. Раунд года. Дастин Парья, Дэн Хокер. Раунд два. Этот раунд был безумным. Сабмешан года. Хабиб Нурмагомедов в бою с Геджи. Джастин Геджи постучал. Полное доминирование Орла. Кстати, об этой новости Хабиб уже пульнул сториз к себе в Инстаграм. Победитель премии Хеливани Нойса Ворсс 2020 в номинации Нокаут года. Как вы думаете, кто? Все просто. Хакин Бакли. Невероятный нокаут. Это один из лучших нокаутов всех времен. Прогулка года. Таррентил. Единственная награда, которая имеет значение. Соперничество года. Израиля Дэсаня Паулу Коста. Они не соперники. После этого боя я бы сказал, что они собираются начать отношения. Шучу, конечно. Победитель в номинации «Прорыв года» Хамзат Чемаев так ворвался в UFC, что Дана рассыпается в комплиментах. Самый универсальный боец года Кевин Холланд. Этот парень победил очень сильных соперников. Не терпится посмотреть на него в новом 2021 году. Возвращение года. Роберт Уитакер. Человек вернулся после операции депрессии Нокаута. Затем показал две впечатляющих победы. Браво. Это было действительно интересно. В целом, я согласен с Хеливани во всех его номинациях. Отличная подборка Риэля. А что думаете вы, друзья? Пишите ваше мнение в комментах. И двигаемся дальше. Бои за титул в супертяжелом весе проходят так редко. Раз в год или даже в два. Неактивный дивизион. Хорошая новость в том, что Дана наконец назвал дату второго боя Степи Меочи и Франсиса Нгану. Напомню, что впервые они встретились на UFC 220 20 января 2018. Тогда, в том поединке, Меочи защитил свой титул в супертяжах. По итогам пяти раундов судьи отдали единогласным решением ему победу. Получится ли повторить успех в этот раз? Совсем скоро узнаем. Дана говорит, что Степи и Нгану, скорее всего, подерутся в апреле. Франсис идет на внушительной серии побед 4 и все в первом раунде нокаутом. Всю мощь его кулаков на себе почувствовали Жерзине Розенстрайк, Джуниорда Сантос, Кейн Веласкес и Кертис Блейдс. Чемпион Меочич все еще восстанавливается после травмы, полученной в бою с Кормье. Напомню, что Меочич перенес операцию на глазу. В этой ситуации Нгану был недоволен, что UFC не позволяют ему драться. Так что это хорошая новость, что бой планируют на апреле. Ждем апреля. Надеюсь, Меочич выиграет. А потом встретится с Джоном Джонсом. И это будет славная рубка. Как вы думаете, кто победит в реванше Меочич Фрэнсис Нгану? Напишите в комментах. И сразу же еще один вопрос. Как думаете? Мы увидим бой Генри Сихуда с Дэвисом Фигейреда? Страсти между ними накаляются. Похоже на то, что Сихуда нашел себе конкурента. Особая активность пошла после UFC 256. Где Фигейреда с Морена закатили один из лучших боев. Все закончилось ничьей, напомним. И вот новый выпад в сторону Фигейреда от Сихуда. В инстаграме он разместил видео, а текст к нему гласит. Йоу, Дана Вайт, я действительно попытаюсь получить удовольствие от выхода на пенсию. Но твой бомж-боец года не может выговаривать мое имя. Несмотря на то, что у него есть этот вонючий пояс, он знает, кто лучший в мире. Заявил Сихуда. Генри ушел из UFC в мае 2020. Напомню, после победы над Домиником Крузом. Турнир был UFC 249. Сейчас похоже на то, что Сихуда намерен вернуться. Фигейреда может быть тем, кто побудит триплс и снова одеть перчатки. Пишите в комментах ваше мнение по поводу выпуска. С вами был Антонов. Хорошего вам дня, отличного настроения. Скоро увидимся. Пока.